Да, я понял. Поэтому давай разбираться в ситуации. Эксперт Центра исследований армии конверсии и разоружения Михаил Самость присоединяется к нашему эфиру. Михаил, приветствуем вас. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, подробнее о тех РСЗО или МЛРС, которые Украина должна получить от Соединенных Штатов Америки. Что известно о них? Когда же они наконец-то окажутся на украинской территории? Ну, когда окажутся, я думаю, что когда враг почувствует их, тогда они окажутся. Я думаю, это будет лучшим индикатором их появления, потому что, я думаю, это самый эффективный способ доказать, что они на этой территории. Что касается их характеристик, действительно, здесь все зависит от того, какая номенклатура боеприпасов будет предоставлена. То есть, Арестович четко сказал, что есть различные возможности, прямо пакет ставится на эту систему. То есть, главное поставить в Украине системы, то есть, комплексы. А дальше номенклатура может меняться. Сегодня это могут быть ракеты 70 километров, завтра 100, послезавтра 300, а дальше уже будет номенклатура, может меняться до бесконечности. На самом деле, действительно, это самые современные комплексы, которые стоят на вооружении армии Соединенных Штатов и морской пехоты Соединенных Штатов. Это различие между М270 и Хаймарс. Хаймарс это облегченные системы, которые можно быстро перебрасывать. Они были специально разработаны для морской пехоты. А М270 это более тяжелые системы, гусеничные, которые разработаны для армии Соединенных Штатов. Я надеюсь, что мы обе системы получим и будут они использованы по назначению. Михаил, если про практическое применение и конкретные возможные направления. Мы понимаем, что сейчас в Лисичанске и в Северодонецке идут бои. Я так понимаю, что, например, освободить эти регионы не помогут МЛРС. Это идет история о том, чтобы поражать огневые точки на большом расстоянии. Или можем их применить как раз в этой истории? Как раз именно для этого эти системы и могут быть очень полезными. Вот мы возьмем, например, группировку в Изюме. Она зависает над украинскими войсками. И украинские войска пытаются уже на российско-украинской границе в Харьковской области пробраться к системам логистического обеспечения и боевого обеспечения изюмской группировки, которая висит на несколько десятков километров на украинской территории. И пока нужно физически туда добраться. То есть форсировать речки, доходить туда войсками и прийти хотя бы километров на 20, для того, чтобы наносить огневое поражение. Но у россиян у самих есть артиллерия 20 километров, у них есть авиация, которая не дает украинским войскам произвести вот эти действия легко. А если у нас будут системы, которые смогут на 100 километров уничтожать командные пункты, логистические линии, склады боеприпасов, любые объекты на дальности 100 километров, то, соответственно, мы сможем создать очень проблематичную ситуацию, когда, например, изюмская группировка окажется под огневым воздействием, но при этом украинские войска не будут, собственно, рисковать жизнью действительно наших военнослужащих, пытаясь непосредственно перерезать эти линии снабжения. И тогда точно так же можно будет сделать и с северодонецкой группировкой. Вспомните проблемы наши с Мариуполем. Всегда говорили, что, к сожалению, мы не можем деблокировать Мариуполь, потому что до ближайшего украинского подразделения больше 100 километров. И мы не можем просто физически нанести поражение на таком расстоянии. А вот если бы могли наносить поражение на таком расстоянии, тогда и с Мариуполем была бы другая ситуация. Теперь мы очень часто слышим, что то или иное вооружение, это и есть то самое вооружение, которое меняет правила игры. Например, сейчас мы говорим о том, что МЛРС меняет правила игры. Ранее слушали, что если бы поставили самолеты, то изменились бы правила игры. Поставили бы систему ПВО, изменились бы правила игры. Внесите, пожалуйста, ясность, что все-таки является сейчас главным. Ну, смотрите, если бы нам поставили систему противоракетной обороны и противовоздушной обороны, у нас просто бы не было ударов по мирным городам. То, что происходит сейчас каждый день, когда нам наносятся удары крылатыми ракетами, это именно из-за того, что украинское ПВО, оно все-таки советское ПВО. И вообще счастье, что мы имеем, я бы сказал, самую мощную противовоздушную оборону в Европе, потому что мы три месяца обороняемся, Россия бьет ракетами, в том числе уничтожая украинское ПВО, а мы до сих пор держимся. И самое интересное, что все больше и больше сбиваем крылатых ракет. То есть украинские специалисты становятся более и более профессиональными именно в этом вопросе. Если бы нам сразу поставили противоракетные, противовоздушные системы, этих ударов бы не было. Если мы говорим об авиации, ну естественно, чем больше авиации, тем больше шансов у нас наносить, во-первых, удары по наземным объектам противника, по его войсковым колоннам и так далее. Ну и бороться с авиацией противника в воздухе. То есть здесь действительно каждое продвинутое и мощное вооружение, о котором мы говорим все это время, оно внесло бы изменения в ход боевых действий. Вот МЛРС это такое вооружение, действительно, современная артиллерия, которая нам поставляется, это действительно та артиллерия, которая позволяет нам эффективно и высокоточно наносить удары глубже, чем, например, российская артиллерия может наносить по нашим войскам. И это очень и очень эффективно. Поэтому действительно... Или вот противокорабельные ракеты. До последнего момента Россия считала, что она полностью доминирует в Черном море. Вот просто полностью может делать все, что угодно. Когда украинские «Нептуны» уничтожили флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва», ситуация абсолютно поменялась. Теперь доминирования российского флота нет. Есть ситуации, когда они боятся вообще двигаться по Черному морю. То есть каждую минуту, особенно после того, как было заявлено, что противокорабельные ракеты «Гарпун» уже в составе военно-морских сил Украины, они не могут себя... Сейчас каждую секунду они думают, что летит противокорабельная ракета. Это впервые после Второй мировой войны в такой ситуации находится Черноморский флот. Это без привлечения. То есть я считаю, что действительно каждая система наносит абсолютно новые условия в то, что происходит на поле боя. То есть по сути дела это действительно те самые вооружения, которые меняют правила игры. То есть нам просто нужно с разных аспектов подходить к этой ситуации. Хорошо, мы видим, что в России началась некая истерика. Во всяком случае пропагандистские каналы уже кричат о том, что это пересечение всех возможных красных линий. Как вы считаете, с момента поставки и принятия на вооружение этих систем МЛРС, РСЗО, украинской стороной, как могут развиваться события? Я думаю, что Путин не снимет никаких задач со своих генералов. Я думаю, он их обвиняет в провале вообще этой так называемой специальной операции. И разговор, видимо, с ними идет короткий. И меня это не интересует, ваши проблемы, МЛРС и все остальное. Идите, выполняйте те обязательства, которые вы на себя взяли. Иначе будете принять на себя. Насколько я понимаю, что и Шойгу, и Герасиму уже фактически отстранены от руководства и Министерства обороны, и вооруженных сил Российской Федерации. Их практически не видно. Герасиму даже на параде не было. Не знаю, поранило его или он просто попал в опалу. Но, во всяком случае, по всем информациям, сейчас другие генералы пытаются проявить себя. Они бросают вот за Северодонецкой, по Пасной, все возможные силы. Они сейчас пытаются прорваться на вершину, доказать, что они лучше Герасиму и Шойгу. И поэтому они будут продолжать делать то, что они продолжают. Это бросать в топку этой войны любые ресурсы, уничтожать российских солдат. И для украинской армии будет сейчас еще более тяжелый период. То есть нужно будет вот это вот полчища продолжать перемалывать. Чем больше у нас будет западного вооружения, тем легче будет это делать. То есть у них будут потери возрастать. Они будут все больше и больше чувствовать дефицит и техники, и специалистов, и командиров подготовленных. Все более и более не подготовлен личный состав, и старее и старее техника. Это будет, очевидно, продолжаться до конца лета, вот эти вот попытки России поломать, проломать военную ситуацию. Но я думаю, что ничего у них не получится. Это будет страшная катастрофа у них в очередной раз. Я думаю, что Путин надеется, и судя по пропаганде, которая уже длительное время нагнетается, и в западных средствах массовой информации, и в российских, и так далее, что Россия будет делать главную ставку на организацию продовольственного и энергетического кризиса. То есть они будут доказывать. Можно вопрос к вам последний. Смотрите, вот Дизельт, немецкое издание, передает, что была некая неформальная договоренность между участниками НАТО не поставлять Украине танки и самолеты. И поэтому, например, там Польша до сих пор не поставляет свой МиГ-29, хотя якобы хотела. Но, тем не менее, Польша передает нам очередную партию гаубиц калибра 155 миллиметров. Скажите, гаубицы нам помогают сейчас вести боевые действия в тех нуждах, которые мы перед собой ставим? Ну, конечно. Дело в том, что у нас происходит... мы с колес переходим на стандарты НАТО и на западное вооружение. Советское вооружение просто банально заканчивает свой ресурс. И, в принципе, если бы представить ситуацию, когда нам никто не помогает, то Россия именно на это делала ставку, что банально у нас артиллерия просто выйдет за свой ресурс, стволы не смогут уже просто выполнять свои функции, боеприпасов не будет хватать, потому что это же советское вооружение, а советское вооружение, оно выпускается только в России, но там в небольших количествах странах бывшего Варшавского договора и Восточной Европы и на Балканах. Все. И здесь будет цепочка прервалась. Мы сейчас делаем очень важную вещь. Мы переходим на НАТОвское вооружение. В результате мы можем продолжать войну сколько угодно. Спасибо. Михаил Самусь, большое спасибо за ваши комментарии. Разъяснили, разложили по полочкам. Эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь был с нами на прямой связи. Ну и далее материал, которым, в принципе, мог бы нас обрадовать, но, к сожалению, мы пока только выясняем и проверяем реалистичность этой версии, первое, с чего бы хотелось оттолкнуться, это сообщение от Кирилла Буданова, который на той неделе глава нашей разведки сообщил о том, что Путин точно болен раком. И он это подтвердил. Мы слышали версии от Андрея Андреевича Пьянковского о том,